МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как хорошо, Велика! С забитыми мышцами, но с улыбкой на лице, девять ребят, которые стартовали в Железногорске, и продолжают свое путешествие общей протяженностью более 70 километров. За первый день маршрута они проехались по Железногорску, по оживленной трассе добрались до Сосновоборска, где полдня провели с другими детками из детского дома и известными спортсменами. Ездим, получается, узнаем новые места проживания, как живут остальные в детских домах дети. Очень интересно представляют себя, показывают, как они живут. Это тоже впечатляет, конечно. И вот ребята преодолевают самый сложный участок своего марафона 25-километровую дорогу от Сосновоборска до Вознесенки. Большая ее часть – гравийка, и проехать ее на велосипеде для ребят, которые впервые участвуют в велопробеге, сродни подвигу. У некоторых рутся цепи, прокручиваются педали, и, конечно, болят все мышцы. Но, несмотря на это, дети самоотверженно идут к своей цели. На своем примере показать, на что способны обычные мальчишки и девчонки, чтобы достучаться до общества и донести проблемы сиротства. Вместе с марафонцами едут и сотрудники нашего канала, которые постоянно ободряют и поддерживают ребят. Мне вручили вот такой вот инструмент, чтобы веселить, поддерживать наших велопробежцев. Наши дети, которые поехали с нами в велопробег, это девять ребятишек из детских домов края, они уже сдружились, они уже сплотились. Они все едут на велосипедах, на каких-то участках они едут все в одном автобусе. Все сочиняют какие-то стихи, проводят какие-то конкурсы. То есть все здорово. Я считаю, мы их сплотили, мы их сдружили. Спустя несколько часов дороги заветная Вознесенка близка. За сотни метров до пункта назначения уже слышны радостные приветствия участникам велопробега. Ты, я! Ты, я! В Вознесенке, как и в остальных населенных пунктах, марафонцев встречают радушно. Дети постарше расспрашивают об увиденном, а малыши смотрят как на героев. Воспитатели, которые два месяца помогали ребятам готовиться к пробегу, и сейчас тоже морально поддерживают их на дистанции, как и участники марафона, делятся своими впечатлениями. Сегодня к проекту присоединялось много детей к велопробегу, присоединялось много интересных людей, которые будут поговорить, потом рассказывать людям, да, о том, что у нас есть еще сироты в Красноярском крае. И это поспособствует, скажем так, улучшению прибытия детей, наверное, в семье, под опеку, чтобы дети жили в семьях обязательно. Всего на пути марафонцев шесть населенных пунктов – Железногорск, Сосновоборск, Вознесенка, Исаулова, Березовка и Красноярск. Главная цель сердца километров – поднять в обществе проблему сиротства в крае и развеять у взрослых все страхи об усыновлении. Именно поэтому телеканал «Инисей» присоединился к общероссийскому пробегу «Россия без сирот». Его участники за два года накрутили по стране уже 15 тысяч километров, побывав в большинстве крупных городов. И на следующий год акция выйдет уже за пределы страны. Наш же проект направлен на малые города и села, где детям особенно трудно найти приемных родителей. Очень важно, чтобы люди, находящиеся в этих населенных пунктах, они, во-первых, знали, что такие дети есть. Во-вторых, что эти дети классные, что они талантливые, как сегодня в Сосновоборске, они в Железногорске показали нам все, что они умеют, концерты, песни, стихи, танцы и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, очень важно, так как край у нас большой, и, к сожалению, детей таких, детей-сирот у нас в крае тоже немало. Очень важно показать людям, что рядом с ними живут хорошие дети. В сердце километры, которые наматывают дети, уже дают первые результаты. Сразу после того, как велопробег побывал в Сосновоборске, сразу трое ребятишек из местного детского дома, включая самую юную участницу проекта Валентину, обрели семью. Оформили такую форму, как опека. Опека возмездная, или, проще говоря, это приемная семья. У нас трое ребятишек ушло, буквально вот 25-м часов у меня был издан приказ на помещение, на обочислении данных воспитанников. Они ушли в Саянский район, причем двое из них в приемную семью, а одна девочка ушла на временную форму воспитания. Это, так оно и называется, временная форма воспитания, пребывания воспитанников в семьях граждан. Одна воспитанница, которая подросткового возраста, ее на сегодняшний день 14 лет. По истечении 24-го, значит, закончилось мероприятие, а 25-го ребенок непосредственно пошел в семью. Все эти подвиги участники проекта совершили всего лишь за первый день своего приключения, но закончилось в поселке Ясаулова. Оттуда ребята поедут в Березовку и затем финишируют в Красноярске. Об этом расскажем уже в следующей серии проекта. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков и Константин Шубкин. Новости. Велопробег «Сердце-Гелометры» организован телеканалом Енисей совместно с Альянсом инициатив «Россия без сирот». Акция проходит при поддержке ОАО «Красцветмет». Расслактор с Альянсом и Константин Шубкин. Новости.